Всех приветствую! Меня зовут Валерия Нестерова. На своем канале я рассказываю о парфюмерии, также являюсь парфюмером, создателем собственного бренда парфюма Валерия Нестерова Exclusive Parfums и двух образовательных проектов в области парфюмерии Alphactory School и Lab. И в этом видео я хочу для вас снять распаковку и знакомство с ароматом от бренда Penhaligon. Это дубль два, если что, я так расстроилась, когда я уже наполовину записала видео, и телефон сказала, нет памяти, все-все-все, поэтому приходится переснимать. Упаковку, фольгу я уже, фольгу, целлофан я уже сняла, поэтому будем в таком виде смотреть это видео, ничего страшного. Итак, бренд Penhaligon. Вообще, интересно, что этот аромат я купила аж в июне, еще в июне в Париже, когда была в магазине, в большом, огромном магазине Le Bon Marche. Это магазин, где продается ниша, парфюмерия, какие-то аутентичные бренды одежды, украшения и так далее. И когда я там была, я только случайно спросила у бренда Penhaligon, есть ли этот аромат в миниатюрке, да, 30-миллилитровой. Вот, чтобы не покупать полный флагон, мне сказали, что да, я такая, блин, боже, надо взять. Я взяла его, и сейчас у нас только сентябрь, спустя несколько месяцев, я и пришло время этого аромата, распаковочка. Так вот, этот аромат я знаю давно, вы сейчас узнаете его название. И, знаете, когда я немножко почитала про аромат, я поняла, что этому аромату, формуле аромата, 122 года. Представляете, он был создан в 1902 году. И, как мне кажется, он абсолютно не потерял никакой уникальности, аутентичности даже спустя время. Потому что, вот знаете, некоторые ароматы типа Chanel номер 5, да, при всем уважении, сейчас ты таким ароматом навряд ли будешь пользоваться, потому что он очень насыщенный, плотный и не совсем современно звучит. Да, выпускают фланкеры различные на Chanel 5, становятся они более носибельными и так далее. Есть репутация, история бренда. Но вот с этим ароматом абсолютно другая история. Вот как будто бы парфюмер, который создавал, он вот вне рамок, вне границ, вне трендов, а просто в ощущениях создавал то, что будет людям нравиться на века. И это, мне кажется, отличная особенность ниши в парфюмерии, когда ты не гонишься за какими-то трендами, за какими-то тенденциями. Ты можешь, как парфюмер, создавать то, что тебе интересно, то, чем ты живешь, то, что тебя окружает. Так вот, что находится в этой коробочке? В этой коробочке находится еще одна коробочка, в которой и та самая миниатюрка 30 мл аромата. Аромат называется Blanheim Bouquet. Туалетная вода, 30 мл. Открываем коробочку. Так выглядит сам аромат внутри. Мини-мини форматик. Вот у нас, получается, сама бутылочка стеклянная. Здесь есть гравировка Pinhalligan London. На дне сделаны различные, соответственно, объемы, где произведено, бачкоды зашито. Но очень плохо чистаемо, конечно, очень плохо. Вот, ну не суть. Сама крышечка выглядит вот так, снимается, благо здесь есть спрей, да, что мы пользуемся мы намазом и сплэш-нанесением, а будем все-таки распылять. Это прям прекрасно. Так вот, давайте дегустировать аромат, определять его аромовоздействие, куда, для чего он подходит и почему. Я наношу его на блоттер, наношу его на запястье, чтобы он раскрылся и под теплом кожи, в том числе, чтобы услышать вот все какие-то переливы, которые есть в данном аромате. Если по-обывательски сказать по-простому, куда переносит меня этот парфюм, это влажный хамам. Влажный хамам, где кто-то пользуется хозяйственным мылом, да, причем таким не грубым, прям дегтярным, а просто обычным или таким немножко парфюмерным, таким вкусненьким. Вот, как будто бы в аромате есть ощущение вот этого влажного воздуха в хамаме, и вот этого ощущения чистоты и хозяйственного мыла. И это очень прикольно, да, и звучит очень современно, и в корне отличается от ароматов там цветочного, направления цитрусового, древесного, кожаного, да, то есть как-то хайпово, как-то необычно звучит. И вот я заметила, и меня, наверное, поймут парфюмоньяки, кто любит ароматы, кто увлекается, да, историями разных ароматов. Вы меня поймете в том ключе, что это прикольно открывать для себя новые диапазоны восприятия ароматов. Что вы не просто любите только цветы, фрукты, пряности, кожу. В какие-то, в какое-то время вы еще для себя открываете свежее направление, цитрусы, зеленые направления и так далее, травяное, да, то есть расширяете свой диапазон. Вместо узкого двух-трех ароматов, только сладких и только цветочных, вы открываете все больше и больше, познаете себя, развиваете свой парфюмерный вкус, пропускаете через себя все больше и больше эмоций. И это прекрасно, прекрасно иметь в своей коллекции ароматы разной направленности, да, которые вы можете при этом любить, да, и ценить. Так вот, аромат, как я уже сказала, хамама, влажного воздуха в нем и немножко такого хозяйственного мыла абсолютно, да, передает ощущение чистоты, как будто бы ты только вышел из душа. Вообще не случайно я записываю это видео утром, я тоже только вышла из душа, мне захотелось сразу нанести на себя этот аромат, поэтому я и занялась этой распаковкой. Вот, вспомнила про него. Если говорить по нотам, по ингредиентам, что есть внутри, да, когда мы слышим в аромате ощущение чистоты, очень часто это идет нота лаванды. Почему? Потому что вообще даже в корне слова лаванда есть латинский, да, вот корень lavare, который означает мыть. И традиционно вот все ароматы с лавандой, особенно у девушек, раньше ассоциировались с чем-то с домашним, с домашней чистотой, да, средствами там антимоли и так далее. Вот, поэтому лаванда традиционно и была когда-то отдана мужчинам, но при этом, когда с парфюмерной точки зрения мы слышим ощущение чистоты в парфюме, это может быть лаванда в том числе. И в этом аромате она тоже хорошенечко чувствуется через холодок, через ощущение разнотравий, немножко грибного, влажного звучания идет. Вот, и данный парфюм, он отличается, допустим, от Байреда Бланш или Рум Сориус Вильгельм Парфюмеры, где больше преобладают эндегиды и ландышевое звучание. Или от Мус Кашмира тоже аромат чистоты, он тоже отличается, потому что в Мус Кашмире там больше ландыши, Кашемир, Кашмиран, белый мускус, Мус Ценоин. А в этом аромате акценты абсолютно другие, я бы сказала, более травяные цитрусовые акценты, которые создают ощущение чистоты. Лаванда хорошо чувствуется, цитрус такой, кислинки, вот очень много слюны выделяется. Это дает понять, что там внутри находится лимон, который обладает такой искристостью, повышенным слюноотделениями, ощущением кислинки. Есть в нем ощущение черного перца, как будто бы хочется чихнуть и такой приглушенности, припыленности, тоже зеленоватыми оттенками. И есть что-то хвойное, хвойное, как сосновое, что ли, или пихту напоминающее, что обычно встречается в банях, в саунах, в хамамах, да, как вот атрибут вот этой вот ароматерапевтической части. И я думаю, что здесь еще есть кедровые оттенки сухого кедра, белого кедра, такие сухие кедровые, напоминающие стружку карандаша, вот, тоже в этом аромате присутствуют. Но ключевой, наверное, букет, ключевой аккорд в аромате сделан вокруг лаванды, вокруг лимона и вокруг, может быть, либо сосны, либо черного перца. Где-то вот вокруг них все играется, вот, то есть аромат вокруг чистоты, и это все передает ощущение хозяйственного мыла, ощущение хамама. А, соответственно, по аромовоздействию, куда мы будем использовать данный парфюм, куда я буду использовать его, смотрите, тоже можно рассуждать от противного. Так как в парфюме нет сладости и цветочности, естественно, этот парфюм не для уюта и не для романтики, вот, потому что у нас цветы, фрукты, ягоды обычно вызывают романтичные воспоминания, переживания, ванильные, сладкие ноты все дают уют. Этого в аромате нет, да, или нет в достаточном количестве, так, чтобы об этом заявлять и говорить про аромовоздействие. Поэтому данный аромат мы можем отнести к каких-то более деловых, да, деловой сфере, строго сдержанной сфере или эмоциональной сфере, когда хочется просто взбодриться и поднять уровень энергии. Вот, при этом, да, нужно тоже смотреть, когда уместно звучать, как хамам. Если у вас работа связана с каким-то творчеством, какой-то творческой профессией, не знаю, там вы парфюмер, дизайнер, стилист, еще кто-то, вы можете себе это позволить и для работы носить. Это будет вам благодаря ночи лаванды и лимону, который на 30-45% увеличивает концентрацию, а лаванды имеет таким более успокаивающим воздействием и сосредотачивающим. Вот, вы можете в этом аромате эффективно работать, настраивать себя на деловой лад. Но, при этом, если вы понимаете, что ваша работа а-ля в банке, на каких-то переговорах, и там неуместно пахнуть хамамом, да, чтобы вас ничего такого не подумали, то, конечно же, это делать не стоит, да. Здесь вы всегда решаете сами от себя, вот, куда уместно, неуместно использовать парфюм. Потому что аромат — это то же самое впечатление, которое мы оказываем на других людей, и мы можем им управлять очень эффектно. Вот, эффектно — это значит, понимая, да, а что люди подумают обо мне, а захотят они дальше со мной сотрудничать, иметь дела или нет. Вот, то есть в целом аромат относится как для рабочего настроения, так и для вот эмоций, повышения энергии каждый день. Не может быть такого легкого расслабления, тонизирования, я бы сказала, за счет вот этого лавандового аспекта. И интересно еще, что по аромовоздействия хвойных нот, которые также есть в аромате, да, это вот сосны, можжевельника, пихты, они дают ощущение, не ощущение, они дают вот это вот, если у вас много на работе умственной нагрузки, и хочется, знаете, как бы, как у нас компьютер перезагружает, да, хочется вот так вот перезагружаться, но при этом, да, не делать полный перезагруз, что я тут же все забыл, а чтобы это все укладывалось в голове по полочкам, то вот именно такие хвойные оттенки в ароматах способствуют укладыванию вот этой информации по полочкам внутри. Поэтому очень эффективно использовать такие ароматы для рабочего настроения. Я уже рассказала и сама точно его буду сейчас использовать для работы, вот, потому что действительно со всех сторон полезное приобретение, которое помогает сосредоточиться на дела. Вот, в принципе, такой легкий обзор, а, давайте по стойкости расскажу еще, это туалетная вода, априори ожидать от этого супер стойкости мы не будем, оно и нам не надо, вот, поэтому 1, 2, 3 часа максимум, максимум, когда будет звучать вот аромат сам по себе, на коже, скорее всего, это в 2 часа уложится, поэтому каждые 2 часа рекомендуется обновлять данный парфюм, если вы хотите продолжать использовать данный аромат, вот, по поводу яркости звучания, он средней насыщенности аромат, то есть не яркий такой, допустим, как ганимет, вот, но и не слабый, как, ну, тут, вот, сейченс и салта Джо Малон, ну, это что-то вот усредненное, среднее по звучанию идет, поэтому ожидать от него супер яркости тоже не стоит, поэтому, если вы хотели бы продлить, да, какое-то такое звучание хамаму вокруг себя, сделать его ярче, комбинировать можно с тем же Bayreda Blanche, да, с теми же какими-то молекулами, либо с цитрусовым направлением, мне кажется, будет прям, ну, интересно сочетание, мне захотелось его, сейчас так, навскидку попробовать, значит, Blanheim букет с La Perla, Villa Sorento, да, тоже аромат с таким альдегидно-мандариновым мускусным звучанием, тоже много цитрусов, для меня это аромат таких накрахмаленных простыней, где-то среди сада с мандаринами, с апельсинками на Средиземном море, вот, и чтобы проверить, насколько интересно может быть сочетание между этими двумя ароматами, я просто так сложу в воронку, красиво, да, ну, как один из вариантов тоже можно использовать, потому что мне нравится, что вот этот вот лимон, и лимон из аромата Blanheim букет, он как-то связался с мандарином, и получился такой, знаете, цитрусовый микс, цитрусовый свеж, фреш, более такой искристый, более такой даже с фруктовыми какими-то оттенками начинает проявляться, вот, при этом ушла вот это вот прям, знаете, ощущение мыла и хамама, больше стали проявляться лавандовые оттенки, вот, интересно, да, его посочетать как-то потом в использовании, потому что это позволяет нам экспериментировать со своими, быть самим для себя парфюмером, экспериментировать с ароматами и давать себе какие-то новые ощущения и новую интересную жизнь нашим ароматам. Ну что ж, я буду заканчивать, в комментариях к этому видео напишите, знакомы ли вы с ароматом, вот, кто его любители, ценители, дайте, поставьте пятерочки в комментариях, я буду понимать, что у нас таких много, потому что для меня аромат уникальный, реально необычный, и в то же время, когда ты понимаешь, что ты пользуешься ароматом формы, для которого 122 года, и она актуальна до сих пор, боже, это вызывает просто уважение и восхищение таким парфюмером, и хочется, знаете, просто тоже развивать свою такую творческую жилку, творить, не следовать за трендами, а создавать что-то, продукты на века. Ну всё, я с вами прощаюсь, всем хорошего дня, пока-пока!